Всем привет! У меня в руках Cubot P40 и он по заявлению производителя новый король бюджетных смартфонов. Я им попользовался две недельки и сейчас расскажу свои впечатления. В начале продаж Cubot P40 стоил 80 долларов, сейчас 106. Но на распродаже с 24 по 29 число его можно будет купить за 96 долларов, и это не считая купонов. Но стоит ли вообще его покупать? Сейчас узнаем. При получении и открытии коробки мы видим, что в ней стандартная комплектация. Это сам смартфон в силиконовом чехле, зарядное устройство, в котором не указан ампераж, только пишет, что 5 вольт, и зарядный кабель Type-C. Это уже хорошо, что смартфон старым microUSB не оснащают. С зарядкой все в порядке. Кстати, батарея в смартфоне съемная, и вам, чтобы включить его, нужно снять заднюю крышку и вынуть защитную пленку с контакта, и тогда уже устройство запустится. Все как в старые добрые времена. Две симки и флешку тоже нужно вставлять, откину крышку. Не скажу, что это плохо, так как без проблем можно заменить батарею, если что, на новую. Кстати, про батарею. Ее емкость составила 4200 мАч. Заявлялось, что это позволит пользоваться смартфоном полтора дня без проблем. Я не знаю, как им пользоваться, чтобы батарея столько выдержала. Разве что только иногда звонить. У меня лично батарея не выдержала дольше, чем один день. А когда я пользовался смартфоном по полной, это смотрел видео в ютубе и звонил, то заряжать приходилось минимум один раз. Не скажу, что это недостаток. Я все смартфоны, которыми пользуюсь, заряжал как минимум один раз в день. Но заявленные полтора дня, которые смартфон выдержит без проблем, тоже не подтверждаю. Но если вы будете пользоваться им в щадящем режиме, то все возможно. Заряжается смартфон, кстати, быстро. Он поддерживает быструю зарядку через USB Type-C. По времени его можно зарядить за 2-3 часа. Но это не через оригинальную зарядку. Я использовал совсем другую. И не уверен, что зарядные устройства, оригинальные, зарядит его быстро. Технические характеристики, ну не самые плохие, как для бюджетника. На борту процессор Mediatek Helio A22. Четыре процессорных ядра Cortex-A53 работают на частоте 1,8 ГГц. 4 ГБ ОЗУ хорошо справляются с интерфейсом Android 10. Поначалу смартфон работал совсем неплавно, немножко притормаживал. Но после того, как пришли обновления и установились все программы, то смарт немного раздуплился и начал работать плавнее. Не скажу, что все работает идеально плавно. Да, иногда небольшие притормаживания есть, очень редко. Но это меня не бесило ни разу. Хочу еще уточнить, что перекидать и синхронизировать смартфоны, мой старый и новый этот Cubot P40, было мега удобно, быстро и просто. Синхронизация заняла у меня всего лишь пару минут. И на новеньком Cubot P40 были установлены все те же приложения, которые были ранее на моем Meizu Pro 7+. PSU здесь выделено аж 128 гигабайт, да и слот для карт microSD не позабыт. Таким образом, на нехватку памяти внутреннего хранилища жаловаться вряд ли будет необходимо. Игры смартфон тянет нормально, и даже в PUBG мне удалось поиграть с комфортом, но на минимальных настройках. Все программы работают без проблем, навигатор хорошо работает, меня в пути он ни разу не подводил. То есть по самому железу, как для 100 долларов, они, параметры нормальные. И неприхотливому пользователю можно свободно пользоваться. Проверив P40 на тесте Antutu, мы видим вот такие вот цифры. Это около 80 тысяч. И сразу понятно, что это устройство не для людей, которым дорогие смартфоны для игр нужны. А вот позвонить или связаться по видеосвязи на нем будет идеально. Также все программы работают на нем без проблем, да и вообще сама работа устройства не будет вас бесить и напрягать из-за лагов. Что же касается экрана, он здесь IPS 720 на 1520 пикселей. По заявлению производителя он занимает 90% всей передней панели. И по картинкам есть небольшая рамка снизу, а все остальные пространства без рамок. По факту я вижу, что рамки, что снизу, что сверху, хорошо видны. И сверху по краям есть как бы ушки из-за рамок. На картинке такого не было даже близко. Из приятного это то, что сенсор поддерживает 10 касаний, а это уже показатель более дорогих смартфонов. Яркости хватает, но она не потрясающая. На солнце при полной яркости вы будете видеть все отчетливо. Но у меня были устройства и с лучшими показателями, скажем так. В принципе, претензий к экрану нет. Как для бюджетника он хорош. Цвета яркие, сочные. Мы видим все хорошо. А вот к чему есть претензии, так это к звуку с динамика. Он плохого качества, как полифония из 90-х. Не то чтобы я там аудиофил, но после офигенного звучания моего Meizu Pro 7 Plus P40 по части звука кажется каким-то нищим. Исходит звучание из одного динамика, который находится снизу. И сам звук из низких частот. Никакого баса или объема тут и в помине нету. Хотя опять же, цена ему-то грубо 100 долларов. А я его взял вообще за 80. Одной из главных фишек устройства заявлены его камеры. Сзади у нас модуль из четырех камер. Основная Sony IMX 486 на 12 Мп, на 5 и на 0,3 Мп. Ай, ну еще и на 2. При дневной съемке фотографий получается вполне хорошего качества. А ночью лучше их и не делать. Если честно, мне кажется, что эти четыре камеры это просто понты. Никто пользоваться ими не будет на полную. Я лично вообще много фото не делаю, как и большинство из покупателей этого устройства. Я так думаю, по крайней мере. Селфи-камера на 20 Мп и снимать тоже довольно хорошо. Для видеозвонков и селфи это то, что нужно. В конце видео я покажу вам тесты съемки видео в ночное время и в дневное. Так что смотрите до конца. Кстати, камера видео снимает в разрешении 1080. При съемке не глючит и нет тормозов, как при фото, так и при видео. Ему зит немного автофокус в видеорежиме при движении камерой. Это недостаток недорогих смартфонов. Ну и неприятно, конечно. Из позитивного это то, что есть NFC. Нет сзади этого датчика для разблокировки по отпечатку пальца. Это лично мне очень не нравится. Есть разблокировка по лицу. Хотя честно скажу, что работает она в светлое время. Бомба очень, пушка хорошо. Но вот когда темно, не работает вообще. Голый Android 10 хорош. И уведомление прилетает по воздуху сразу. Хороший фонарик, кстати. И крутой дизайн, который никак не выдает то, что смартфон стоит каких-то 100 долларов. Вердикт мой таков. Cubot P40 очень даже неплохой смартфон за свою стоимость. И проходив с ним чуть больше двух недель, он меня не бесил своей работой. Привык я к нему быстро. Просто звонить или по видеовызову можно с комфортом говорить. Просматривать видео или серфить интернет и вообще пользоваться им в обычном дневном режиме, не сидя сутками в играх, можно без проблем и с удовольствием. Говорить, что это король бюджетных смартфонов я не буду, так как в моем понимании для короля у него характеристики немножко слабоваты. Но вот то, что это хороший бюджетник, могу сказать с уверенностью. А вы уже сами решайте, как вам это устройство и кому оно может пригодиться. Мне кажется, что бабушкам либо детям устройство зайдет точно. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете насчет этого смартфона Cubot P40. Кому пригодится такой смарт, по вашему мнению. Кстати, напомню про распродажу, которая начинается с 24 числа и продлится по 29. Говорят, что скидки будут аж до 70%. Спасибо вам за просмотр и за лайки. Ну и давайте посмотрим тесты камеры в дневное и в ночное время. Посмотрим, на что она способна. Тест видео в телефоне Cubot P40. Сейчас работает у нас фронтальная камера на 20 мегапикселей. Сейчас дневное хорошее освещение, грубо говоря. Вот мы зашли в тенек. Можете посмотреть, как елозит фокус, если он елозит. И посмотреть, как работает камера в дневное время. По звучанию я не знаю, как она у нас записывает. По логике должно было бы нормально записать. Cubot P40. Фронтальная камера. Вот так мы снимаем против солнца. Вот так солнце светит нам прямо в лицо. Небо видно. Как-то так. Сейчас зайдем в тенечек, чтобы у нас в теньке было нормально видно. Видно. Вот. Зашли в тенечек. Вот так она снимает в теньке. То есть, когда света не так уж и много. Ну, хотя это не сравнимо с ночным временем. Итак, фронтальная камера Cubot P40. Сейчас будем снимать на заднюю камеру на 12 мегапикселей. Это у нас съемка видео. Итак, снимаем видео. Cubot P40, задняя камера. Как я... Надеюсь, меня видно. Как я видел, что селфи-камера фокусом, автофокусом не елозит. Елозит только задняя камера, основная. Не селфи. Хотя она на 12 мегапикселей. По мегапикселям она меньше, чем селфи. Очень интересно. Вот. Как-то так. Не знаю, как мне видно, не видно. В принципе, фотографировать на камеры можно. Вот. Я особо там режимы эти всякие АИ не тестировал, потому что я не знаю, кто пользуется АИ режимом. Он украшает, как бы лицо сглаживает его. И лицо становится неестественным. Ну, давайте еще посмотрим, как елозит камера. Вернее, автофокус. Автофокус. Вот сейчас я не нажимаю. Он фокусится сам. Могу сказать, что резкость увеличена, наверное, искусственно. То есть, есть перешарплено немножко. Вот. Все видно четко. И прям резкость, как в кроп-камерах, допустим. Ну, может, кому-то и нравится. Давайте еще посмотрим, наверное, на несколько фотографий из передней камеры. Тест камеры Кубут П-40 на ночную съемку. Это у нас селфи-камера. Так что мы сняли, что это будет. Так что мы сняли, что мы сняли, что мы сняли. Давайте еще посмотрим. Это у нас сняли. Так что мы сняли. И мы сняли в пляж. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok